Срок вышел, но отопление и горячая вода до сих пор есть не во всех домах города. Напомню, крайний срок подачи ресурса стоял 25 сентября. На эту дату еще раз обратил внимание и глава городской администрации Александр Перескоков во время субботнего совещания. Но выполнить требования властей на 100% сотрудникам Кировской теплоснабжающей компании не удалось. Екатерина Зубрева продолжит тему. Дома хожу, оделся, полуверсия, носишь на себе что-нибудь такое. Теплая одежда и нагреватель. С помощью этих средств борется с холодом в своей квартире Георгий Терешков. Обещанное еще вчера отопление в его доме на Володарского 100 так и не появилось. И это, рассказывает мужчина, несправедливо. Ведь в доме по соседству, где, к слову, располагается областная прокуратура, батареи уже теплые. 25-е пришло, 26-е. Всем же обещали и 25-е включить в воскресенье. Но это, как всегда, нереально. В выходные дни у нас никто не работает. И обещать по телевизору, и у вас тоже. Для вас обещают по телевизору что угодно, она обещает. Вот сейчас уже 26-е началось, ничего не включено. Думаю, знаю. Да и сейчас пошел мимо, зашел в прокуратуру, в прокуратуру батареи теплые. Радость от горячих батарей не ощутили в эти выходные и жители дома номер 6 на улице Жуковского. На подъездах объявление. Горячая вода и отопление в доме не появятся, пока рабочие не устранят дефект на теплосетях. Ходили там, где руют трубы. Вот я гляла с собакой, что сказали, что сегодня. Обещали рабочие. Ну, конечно, пора бы уже. Это хорошо, что обогреватели есть. Таких домов, где на сегодняшний день нет отопления, 1% из 100 заявляют в Кировской теплоснабжающей компании. Однако и там дать ресурс коммунальщики обещают в течение двух дней. Тем, у кого отопление есть, но батареи чуть теплые, тоже придется подождать пару дней, пока система заработает в полную силу. Это касается жителей района Зонального института. Всем остальным, кто еще остается без ресурса, коммунальщики советуют не ждать, а обращаться в свою управляющую компанию. Тепло подано везде. И очень много сейчас идет обращений граждан, которые говорят, что вот в соседних домах есть тепло, у нас нет, или в соседнем подъезде у нас нет. Это уже вопросы нужно адресовывать к управляющим компаниям. Это значит, что ресурс подан из ЦТП на дома, подан. Нужно регулировать как раз систему теплоснабжения в доме. Несмотря на то, что обещания коммунальщикам почти удалось выполнить, хорошего мало, как они сами и отмечают. Сети сильно изношены, трубы требуют замены. А это значит, что проблемы с отоплением в домах хировчан этой осенью не закончатся. Екатерина Зубарева, Антон Мамаев, Бюро новостей Дайвича.